Долговечность, надежность и удобство монтажа. Вот что такое идеальная гидроизоляция. Любая погрешность, особенно если речь идет о фундаментах, непременно приведет к нарушению всей системы и огромным финансовым потерям заказчика. Специально для фундаментов заложения до 3 метров с низким уровнем грунтовых вод, компания Технониколь производит самоклеящийся битумно-полимерный материал Техноэласт Барьер БО. Помимо долговечности и надежности, проверенной многократными испытаниями, этот материал не требует сложных технических работ при монтаже, а значит шанс совершить непоправимую ошибку сводится к минимуму. Важно только быть внимательным к деталям укладки, о которых мы сейчас расскажем и продемонстрируем наглядно. Техноэласт Барьер БО. Гидроизоляция фундамента – укладка гидроизоляционной мембраны на горизонтальное основание. Подготовка основания. При подготовке бетонного основания под укладку материала должны выполняться основные правила. На поверхности не должно быть явных дефектов и легко отслаивающихся элементов – трещин, участков, непровибрированного бетона. Ровность поверхности 5 мм на 2 метра длины в любом направлении. Непосредственно перед устройством гидроизоляционной мембраны поверхность очищается от строительного мусора, пыли и цементного молочка. С помощью влагомера проверяется влажность бетонного основания. При работе с данным прибором нужно учитывать, какую влажность он измеряет – по массе или по объему – и привести данные к необходимому показателю. Важно! Праймеры Технониколь номер 1 и номер 3 наносятся на основания с влажностью по массе не более 4%, а праймер Технониколь номер 4 можно наносить на основания с влажностью по массе до 8%, так как он является водной эмульсией битума. Праймирование основания При работе с рулонным битумно-полимерным материалом Техноэласт барьер БО необходимо обеспечить достаточную адгезию материала с основанием при помощи битумного праймера. Праймер наносим кистью, щеткой или валиком. Расход материала 0,25-0,35 литра на квадратный метр. Укладку материала рекомендуется вести сразу после высыхания битумного праймера. Готовность поверхности можно проверить с помощью обычной бумажной салфетки. Высохший праймер не должен оставлять на ней следов битума. Укладка гидроизоляционной мембраны. Перед приклейкой материала на горизонтальную поверхность необходимо развернуть рулон на подготовленном основании, примерить и выровнять. Затем скатать рулон с двух сторон в направлении центра и произвести поочередную укладку каждой стороны. Для этого сначала аккуратно надрезать антиадгезионную пленку по всей ширине рулона. После чего, отделяя пленку от рулона и вытягивая ее, постепенно раскатывать рулон, дополнительно приглаживая материал широкой щеткой или тяжелым металлическим роликом. Приглаживание позволяет удалить пузыри воздуха и разгладить материал, что повышает прочность клеевого соединения материала техноэласт барьер БО с основанием. Аналогичным образом укладываются смежные рулоны. Их необходимо примерить по отношению к уже уложенному рулону, обеспечив требуемые нахлесты по краевым и торцевым кромкам. Важно! Продольный нахлест рулонов должен составлять не менее 100 мм, торцевой — не менее 150 мм. В месте формирования Т-образных швов необходимо подрезать угол рулона, находящийся между верхним и нижним рулонами. Размер среза повторяет размеры нахлестов. Подрезка угла повышает качество клеевого соединения рулонов между собой. Краевые и торцевые нахлесты необходимо в обязательном порядке дополнительно прокатать тяжелым роликом. Важно! Разбежка торцевых швов смежных рулонов должна составлять минимум 500 мм. Уложенные рулоны не должны иметь складок, морщин и волн. После устройства гидроизоляционной мембраны необходимо выполнить устройство защитной стяжки толщиной не менее 50 мм. Укладка гидроизоляционной мембраны на вертикальное основание. Подготовка основания. Укладка гидроизоляционного материала Техноэласт Барьер БО на вертикальной поверхности во многом похожа на укладку материала по горизонтали. Перед укладкой Техноэласт Барьер БО необходимо устранить все острые выступы и углы на основании, чтобы избежать излома или статического продавливания гидроизоляционной мембраны. Для чего изготавливаются переходные галтели или выкружки? Галтели изготавливаются из цементно-песчаного раствора марки не ниже М150 или полимер цементного состава с быстрым набором прочности. Важно! Размеры галтели должны быть не менее 100 мм по горизонтали и вертикали. После проведенной подготовки и выравнивания основания поверхность обрабатывается битумным праймером. Места сложных сопряжений участки перехода с вертикальной поверхности на горизонтальную в обязательном порядке тщательно прокрашиваются кистью. Устройство слоев усиления Перед началом работ по созданию вертикальной гидроизоляционной мембраны необходимо выполнить слои усиления. Усилению подлежат сложные узлы, внутренние и внешние углы, вводы коммуникаций, переходы с горизонтальной на вертикальную поверхность и тому подобное. Слои усиления устраиваются по всему периметру фундамента, изготавливаются из техной лаз-барьер БО. Работы по устройству слоев усиления проводятся снизу вверх. Уложенные слои усиления необходимо тщательно прокатать силиконовым роликом. Особенно тщательно обрабатываются зоны смены направления укладки материала. Размер полосы усиления выбирается, исходя из следующих условий. Не менее 100 мм во всех направлениях от усиливаемого элемента при ширине рулона не более 1 метра. Важно! Слои усиления укладываются стык-стык, то есть без устройства нахлёстов. Укладка гидроизоляционной мембраны После устройства слоев усиления приступают к укладке вертикальной гидроизоляционной мембраны. В отличие от укладки наплавляемых рулонных материалов, материал Техноэласт Барьер БО укладывают сверху вниз. Не рекомендуется укладывать материал одним рулоном при перемене направления укладки больше двух раз, так как в этом случае существует большая вероятность образования зон некачественной проклейки и отслоения материала. В этом случае рекомендуется разрезать рулон на более короткие отрезки. Например, при укладке материала по фундаментной плите сначала устраивают гидроизоляционную мембрану на участке бетонная подготовка, вертикальная часть фундаментной плиты, горизонтальная часть фундаментной плиты по всему периметру сооружения, а затем вторым отрезком материала на вертикальных ограждающих конструкциях. Важно! Торцевой нахлёст материала устраивается на горизонтальной части фундаментной плиты. Размер нахлёста не менее 150 мм. Смещение нижних и верхних отрезков материала относительно друг друга должно быть не менее 300 мм. Уложенная мембрана крепится в верхней точке механическим способом с помощью металлической краевой рейки. Шаг крепления рейки на рядовой поверхности 200 мм, то есть через отверстия. В начале рейки 50 и 100 мм, то есть два отверстия подряд. Между смежными элементами крепления необходимо оставить зазор 5-10 мм. Зазор между стеной и отгибом краевой рейки заполняется полиуретановым герметиком. Дополнительная информация. В завершении работ по укладке вертикальной гидроизоляционной мембраны необходимо выполнить её защиту от возможного механического повреждения, например, при обратной засыпке котлована. В качестве защиты обычно используют экструзионный пенополистирол Технониколь Карбон или профилированную мембрану Плантер Стандарт. Материал защиты выбирается, исходя из условий эксплуатации сооружения. Более подробную информацию можно получить, обратившись к соответствующим руководствам компании Технониколь. Информацию о возможности обучения в центрах Технониколь можно получить по телефону 8 800 200 05 65. Субтитры создавал DimaTorzok